СМЕРТНУЮ КАЗНЬ Я не буду рассматривать всего, я просто хочу показать несколько пунктов. Что же Библия говорит? В основном я просто хочу предоставить это вам, чтобы вы сами подняли любой вопрос о библейских доводах, так же, как и других доводах. И во всем этом я просто задам вам вопрос. У меня вопрос к тем, кто поддерживает смертную казнь, к тем, кто разделяет точки зрения о преемственности заветов, о целостности Писания, когда речь заходит о Ветхом и Новом Заветах и связи между ними. Хорошо. Если это ваш основной подход к Ветхому Завету, преемственность, тогда вопрос такой. Если Бытие 9 и Закон Моисея... Бытие 9 – это еще не Закон Моисея, он предшествует ему. Но все же это записано в Ветхом Завете. Итак, если бы Бытие 9 и Закон Моисея применялись сегодня, тогда почему мы не обязаны исполнять все, что записано в Законе Моисея? Многие люди, выступающие против смертной казни, указывают, что люди, поддерживающие ее, основываясь на таких текстах, как Бытие 9 глава, очень непостоянны в том, как они обращаются с Писанием. Если вы посмотрите на Бытие 9 главу, там перечислены многие вещи, которые, как говорит текст, мы не должны делать. И мы почему-то игнорируем большинство из того, что там написано. Давайте я приведу пример. Я начну с первого стиха. И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, дострашаться и дотрепещут вас все звери земные и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские. Ваши руки отданы они. Все движущееся, все, что живет, будет вам в пищу. Как зелень травную даю вам все, только плоти с душою ее, с кровью ее не ешьте». Теперь в бытовом английском это означает, что вы не можете есть бифштекс с кровью. Наверное, даже розовый бифштекс нельзя есть, потому что это уже признак наличия сырой крови. Затем 5 стих говорит, «Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его». Здесь говорится, что не только когда человек лишит жизни человека, Бог взыщет, но также если животное лишает жизни человека, то с этим животным должны поступить так же, таким же образом взыскать с этого животного засодеянное. Потом и в 6 стихе говорится, «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой у человека, ибо человек создан по образу Божию». И далее продолжение. «Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней». Те, кто выступает против смертной казни, могут сказать любому, кто обратится к бытие 9 главе, как к обязательному для нас сегодня, и сказать, «А почему вы ссылаетесь на этот текст, как на предписание для смертной казни? Почему вы не беспокоитесь о том, что бифштекс с кровью, или даже что всего лишь розоватый бифштекс от крови?» Но дело в том, что мы ведь не берем себе за правило покончить с животным, которое убивает человека. Да, возможно, иногда так и происходит. Но я не думаю, что закон здесь ставит нас в рамки поступать именно так. И возникает вопрос, а какова ваша герминевтика? Герминевтика, которая позволяет вам руководствоваться бытие 9 главой в поддержку смертной казни человека, не принимая во внимание другие указания. Тяжело представить, что это может быть. Но если вы хотите применять что-нибудь одно, вам здесь придется применять все. И подобные вопросы вам могут задать по другим частям в законе Моисеевом. Закон о Моисееве содержит различные указания, как вы знаете. Во времена Нового Завета многие люди перестали исполнять огромное количество правил. Я имею в виду Ветхозаветном законе. Было, например, запрещено носить одежду, сшитую из двух разных материалов, двух разных тканей. Нельзя было пахать на быке и осле вместе, и так далее. То, чему мы не придаем значения сейчас. Так как же вы можете объяснить доводы людей, говорящих, что одно вот это правило о смертной казни применяется в наши дни, но весь остальной Ветхий Завет или большая часть Ветхозаветного закона не для современного применения? Очевидно, если вы придерживаетесь позиции неприемственности заветов, то вам не придется отвечать на такого рода вопросы, потому что вы не основываете свое этическое мышление на Моисеевом законе. Вы основываетесь на законе Христа. А закон Христов ничего не говорит о том, можно ли есть пресный или квасной хлеб, можете ли вы есть полусырое или прожаренное мясо. Но если вы выступаете за преемственность завета, за целостность Писания, я думаю, что вам необходимо ответить на этот вопрос. Многие люди, выступающие за целостность Писания, считают, что нет основательного ответа на этот вопрос, и это предполагает, что такие тексты, как Бытие 9 глава и Закон Моисея, не должны рассматриваться как одобрение смертной казни в наши дни. Те из вас, кто не поддерживает целостность Писания, не думайте, что вы освобождены. Есть также вопросы для вас. Предположим, предположим, мы придерживаемся позиции, опровергающей целостность по отношению к законам. Предположим, мы не верим, что находимся под законом Моисея сейчас, но верим, что мы под законом Христа. Хорошо. Где в законе Христовом, где в Новом Завете, тогда мы можем найти указания для применения смертной казни? Что ж, обычно текст, который мы можем открыть в начале или чуть позже, это послание к римлянам, 13 глава. И там говорится о размышлении апостола Павла о природе и назначении правителей и об их отношении с Богом. Тогда возникает такой вопрос. Если послание к римлянам, 13 глава, если это именно то место в законе Христа, которым вы можете оправдать смертную казнь, дает ли этот текст полные полномочия, одобряет ли он, включает ли он понятие конкретно смертной казни? Что такого написано в тексте, что приводит к мысли, что этот текст оправдывает, требует, любое слово, которое вы захотите применить, смертной казни. И фраза, где говорится «Он не напрасно носит меч». Те из нас, кто поддерживает смертную казнь и основывается на таких текстах, как этот, говорят, «Какое еще здесь значение может иметь меч, кроме как казнь?» Но люди, которые против смертной казни и которые хотят оспорить этот текст, говорят, «Меч не обязательно должен быть символом казни. Он может служить знаком власти, который указывает, что если вы не послушаетесь начальников, то у них есть способы заставить вас это сделать. Но это не требует того, чтобы любой был наказан мечом. Не обязательно именно это значение дается в комментарии к римлянам 13 главе. Я думаю, вы узнаете, что я думаю по этому поводу, когда прочитаете главу о смертной казни. Но, я думаю, вы сможете увидеть, что, будучи евангельским христианином, выступать в поддержку смертной казни – это не единственная библейский и богословский спорная позиция. Вы вполне можете быть против смертной казни и при этом оставаться очень, я думаю, преданным Писанию сильно беспокоиться о том, что говорит Писание об этом. Знаете, на самом деле, вот что со мной случилось, когда я работал над главой по этой теме, я думал, «Хм, это должно быть интересно». Люди против смертной казни говорят «Нет, нет и нет, меч не означает казнь». Но что он означает? Здесь не совсем ясно. Но я подумал, будет интересно просто рассмотреть различные комментарии к книге «Послание к римлянам». Они должны как-то или что-то говорить так или иначе по отношению к смертной казни. Что они скажут? Поэтому я нашел 15 или 20 различных комментариев, написанных на протяжении истории с различных точек зрения. Я их просмотрел, и вот что я нашел. Комментарии либо не приводили никаких комментариев по этому поводу, по поводу меча, или, если они говорили что-то о мече, то считали, что Павел в данном случае говорит о казни. Я не думаю, что это действительно доказано, просто много источников говорят об этом. Но я думаю, когда вы посмотрите назад на обстановку во времена жизни Павла и обстоятельства, в которых жила Римская империя, Римская церковь, несомненно, римское правительство осуществляло смертную казнь. Они не обязательно отрубали людям голову, чаще бросали к львам или распинали их. Но меч, похоже, и действительно был символом их власти, и мы знаем, что он использовался для обозначения, или, скажем иначе, для сохранения системы наказаний и для поддержания справедливости. И применялась тогда также и смертная казнь, не только для наказания убийств, но и для наказания других преступлений. Иисус был распят не потому, что он убил кого-то. И, как написано, неясно, были ли два разбойника также убийцами, но все же их казнили. Так что это больше похоже на то, что казнь была распространенной в те дни. Некоторые люди могут сказать, но послушайте, если посмотреть на историю евреев в Библии, казнь мечом или распятие это не еврейские способы, это не то, что обычно делали евреи. Они, евреи, забивали человека камнями до смерти. И Павел не говорит, что начальники не напрасно носят камни, здесь говорится о мече. Но если народ Божий, так сказать, вообще говоря, не казнил мечом, не забивал камнями, можем ли мы с уверенностью говорить, что Павел имеет в виду языческий подход, который применялся в Римской империи в то время? Что он пытался сделать? Знаете, это зависит от вас, как вы будете толковать эти доводы? Я заметил, изучая комментарии, что нет веского довода, который говорил бы, о, этот текст ясно ссылается на смертную казнь. Знаете, не было лингвистических споров по поводу того, что это слово в переводе означает именно слово меч, и что оно означает требования или запрет смертной казни? Просто нет такого рода подтверждений. Какого вы мнения вы не придерживались об этом месте, я думаю, что вы должны будете до определенной степени предполагать, что это на самом деле означает, и ваше предположение может быть и верным, или неверным. Я думаю, что выступающие в поддержку смертной казни должны признать, что указания в Ветхом Завете намного точнее говорят, как поступать в данных случаях, чем указания в послании к римлянам. Это указание предположительное, в нем нет конкретности, как в законе Моисея. Итак, пожалуйста. Я вот тут хотела бы уточнить. С точки зрения нецелостности Писания нельзя сказать, что 13 глава послания римлянам утверждает, что смертная казнь обязательно. Но обращаясь к 9 главе Бытия, вы хотите сказать, что она допустима, подчеркивая, что в этом тексте говорится о ее обязательности. Если бы я придерживался позиции непреемственности заветов Писания, я бы обращался только к Ветхому Завету. Либо для того, чтобы доказать разумность применения смертной казни, я бы открыл в этом случае Бытие 9, там записано правило до закона Моисеева, либо постарался бы увидеть, какое было правило в разных кодах законов, и посмотреть, изменил ли это правило Бог в законе Христовом. Но мне придется основывать свое решение, либо нравственно допустимое, либо нравственно обязательное, на каком-то тексте в Новом Завете. И здесь самый подходящий для этого текст, это послание к римлянам, 13 глава. Некоторые, я полагаю, хотели бы сказать, я считаю, что послание к римлянам, 13 глава, не только допускает смертную казнь, но и обязывает нас применять ее в жизни. Потому что, если вы помните, там не просто сказано в предложении, что он не напрасно носит меч. Текст совершенно ясно говорит, что Бог утвердил начальствующих с таким намерением, чтобы они награждали поступающих хорошо и наказывали творящих зло. Это звучит как поручение. Тогда возникает серьезный вопрос, какое наказание совершается с применением меча? И, как я уже говорил, комментарии, которые я читал, либо ничего не упоминают об этом, либо, если они говорят что-то, то что-то наподобие этого. Да, здесь не так ясно, как в Ветхом Завете говорится о казни, но что, как не казнь, это могло бы означать? С другой стороны, если дело дойдет до применения закона, от сторонников такого толкования возможно потребуется казнить человека. И все же, с моей точки зрения, это не настолько надежный довод, как если бы к Ветхому Завету. Пожалуйста. Разве не следует из римлянам 13, что тогда правительство определяло, что хорошо, а что плохо? Итак, если это не должно меняться, значит, и мы до сих пор следуем руководству правительства, которое сохраняет и применяет смертную казнь? Вопрос, который вы понимаете, и интересен, и очень важен. И я думаю, вопрос, который мы хотим задать себе, в том, что считает ли Павел, что определение о том, что нравственно, правильно или неправильно, что наказуемо и что ненаказуемо, полностью зависит от начальствующих, а они совсем не несут ответственности перед Богом при этом. Когда я читаю этот текст, я не вижу, что Павел говорит об этом, потому что я вижу, что он совершенно ясно дает понять, что, награждая поступающих хорошо, наказывая творящих зло, начальник служит, как Божий представитель в тех конкретных моментах. Если же власти наказывают людей за поступки, которые Бог никогда бы не признал нравственно плохими, тогда сложно рассматривать начальника как представителя Бога. С другой стороны, что еще можно понять из этого текста? Это можно понять, что даже злые и несправедливые начальники лучше, чем существование общества вообще без правителя. В протеянном случае будет анархия. Даже очень плохой и злой начальник служит Божьим целям лучше, чем никакой начальник. По крайней мере, злой правитель может иметь полный контроль в своей стране, поддерживать мир, и благодаря миру возможно будет больше возможностей, чтобы распространять Евангелие, распространять Благую Весть. Да, но я считаю, что определенно из этого текста можно взять следующее понимание. Понимание о том, что послание к римлянам, 13 глава, говорит, что Бог наделил власти правом наказывать людей, поступающих плохо, и правом награждать людей за хорошие дела. Я думаю, Павел надеется, что данный факт, факт о том, что закон написан у всех на сердце, будь то еврей или язычник, и что люди живут, могут жить по законам Моисея или по закону Христа, и при этом власти должны видеть, что нравственно правильно, а что плохо, и их мнение наверняка будет совпадать с Божьим по многим вопросам. Но я считаю, что вопрос, который вы поднимаете, тоже уместен и возможен. власти могут быть нравственно извращенными и могут в определенных случаях решать, наказывать людей за поступки, которых в Писании говорится, что они правильно, предположим, правительство запретит поклоняться Богу вообще. Конечно же, это будет противоречить тому, что написано в Библии, в Священном Писании. Но Павел говорит, что даже такое правительство, каким бы плохим и неправильным оно ни было, лучше, чем абсолютная анархия. Лучше, чем та ситуация, когда все зависит от случая. Есть определенный смысл в том, что Бог дает правительственной власти право принимать такие решения. Я думаю, что это важно. Прерогатива не дана отдельным гражданам, как гражданам, но скорее правительству и государственным чиновникам, как чиновникам государства, а не как частным лицам. Итак, губернатор Благович, житель Иллинойса, как я и многие из вас, но факт в том, что мы оба жители, не означает, что у меня такие же права, как и у него. У него определенные права, потому что он еще и губернатор. У него есть права делать то, на что у меня абсолютно нет прав. Если бы он не был губернатором, у него бы точно не было этих прав. поэтому есть вещи, которые Бог позволил делать властям, но которые простой житель не может делать. Другие комментарии или вопросы по этому у вас хорошо получается. Пожалуйста. Если я правильно понимаю, то, что вы говорите в книге о бизнесе и правах, и о гражданстве, вы говорите, что здесь речь не идет? Да, межличностные взаимоотношения. Но норма и контекст, из которого была взята эта норма, то есть из Исхода 21, разве там не говорится о законах и о том, как законы должны быть применены в ветхозаветном контексте? И далее, что Иисус говорил бы и как бы Он использовал? Или вы говорите, что Он берет норму из того контекста и вставляет это в Его контекст? Да, я думаю, что здесь нужно обратить внимание на то, что делает Иисус с этим текстом, или что авторы Нового Завета делают, и что другие тексты говорят. Я думаю, что довольно ясно, что в этом тексте Иисус применяет его к межличностным отношениям. Он не говорит о том, как власти относятся гражданам или граждане к властям, но даже если Он применялся таким образом в Ветхом Завете, Иисус выводит другое применение этому месту. Но есть также люди, выступающие против смертной казни, люди, которые цитируют стихи из послания к римлянам, когда Павел говорит, что мы не должны стремиться отомстить, когда нас обидели. Вместо того, чтобы обидеть в ответ, мы не поступаем так, мы осознаем, что за Богом отмщение. И тогда сторонники такой точки зрения говорят, «Если отомщение это Божье дело, тогда кто мы такие, чтобы преследовать людей и наказывать их? Особенно вот таким образом, смертной казнью. Но я думаю, что это вообще применимо к любым наказаниям. Доказывается положение, и вопрос, который вы должны задать себе, такой в этом случае. Возможно ли, чтобы наказание было воздаянием и при этом не было местью? И многие люди, выступающие против смертной казни, считают, что невозможно или почти невозможно, чтобы наказание, через которое пытаются отплатить человеку за содеянное, оказалось бы справедливым. Они считают, что просто невозможно, что в исполнении наказания не присутствовала бы доля мести. И тогда применяется такой довод. Новый Завет не говорит нам, что мы не можем никогда наказывать. Он не говорит, что мы все делаем так. Он говорит, что мы не можем искать мести. Я думаю, что многие скажут, что это не относится только лишь к межличностным отношениям. Даже власти не должны мстить, когда они применяют наказание. Их целью должно быть воздаяние должного по заслугам, а не месть. Вы знаете, это очень и очень сложный вопрос для спора на одной стороне или на другой, потому что все мы в конечном счете говорим о психологическом состоянии разума людей, когда они исполняют наказание. И, конечно же, возможно, например, что мы, как родители, воспитывая своих детей, мы не просто даем им то, что они заслужили, но мы порой пытаемся отомстить им за то, что они не слушаются нас. кто из нас может, положа руку на сердце, сказать, что он ни разу, ни разу за все время воспитания ребенка не наказывал его так и не чувствовал какого-то чувства мести. Я думаю, такое возможно, но только в том случае, если вы являетесь родителем всего несколько минут. Но если вы являетесь родителем довольно долгое время, тогда мы не можем посмотреть в свои сердца и сказать, да, я знаю, что в моих наказаниях ни разу не было и тени отмщения, никогда, даже не было и намека на это. И таким образом дело усложняется. Очевидно, мы не должны искать мести. Но опять же, эти тексты не концентрируются на том, как гражданин относятся к государству или власти, особенно, когда были нарушены законы страны. Мы в первую очередь говорим о межличностных отношениях в этих текстах. Есть ли еще какие-то комментарии, вопросы? Пожалуйста. В своей книге вы пишете о женщине, взятой в прелюбодеянии. Вы говорите, что Иисус не стер закон Моисея. Он просто подчинил закону Моисея обвинителей этой женщины. Да. И принимая во внимание тот факт или тот довод, что прелюбодеяние это преступление, наказываемое смертью, то тогда каким образом вы можете считать, что эти понятия можно разделить, в то время, как эти аргументы так связаны между собой? Я думаю, что это замечательный вопрос. И одна из причин, почему это хороший вопрос, это потому, что он включает в себя целую проблему. Какое правило действовало во времена, описанные в Евангелиях? И может быть, в книге деяний. И я думаю, вы обнаружите, что большинство богословов, евангельских и других богословов, скажут, что время Евангелий и даже книга деяний представляет своего рода переход в отношении, как Бог общался с людьми. Даже не нужно быть сторонником теории диспенсации, чтобы верить в это. Вы можете оставаться приверженцем богословия заветов и говорить, в Новом Завете, хотя многие вещи похожи, есть разные способы, через которые действовал Бог. Так, какие были правила или действовали ли эти правила, когда Иисус был здесь на земле? Я думаю, лучшее, что мы можем сказать, это посмотреть, как Иисус относился к закону Моисея. И в Евангелиях мы ясно видим, что Он исполнял закон Моисея, но Он также давал понять, чтобы Его не нарушали так часто. И в некоторых случаях Он расширял Его, затрагивая те сферы, о которых не говорится в Ветхом Завете. Иногда Он изменяет наказание, заменяет более строгое наказание Ветхого Завета на более мягкое. Я думаю, можно так сказать. Но я думаю, что, да, это хороший вопрос. Когда же все-таки закон Христов, если бы это происходило сегодня, когда же все-таки он начал полностью действовать? Начал ли он всецело действовать еще во времена при жизни Христа? Может быть, он начал всецело действовать в день Его Воскресения? Или Вознесения? Или после дня Пятидесятницы? Или в день Пятидесятницы? Не знаю. На эти вопросы нелегко ответить. К счастью, мы живем во времени, которое далеко удалено от того переходного периода. Поэтому нам не стоит беспокоиться. Я не думаю, что мы можем сказать, «Знаете, я не знаю, следует ли мне все еще подчиниться закону Моисея или мне идти в другом направлении». Я думаю, что мы видим в Иисусе удивительное уважение к закону, и Он исполняет его. Он исполняет до конца этот закон. Я думаю, Он показывает нам, что есть что-то дальше, что-то больше, ради чего стоит жить. Вот Вы говорите, что исходя из 13 главы послания кремлина, не обязательно требуется смертная казнь. А если вернуться к закону Моисея или даже к 9 главе книги Бытие, там не говорится, что власти должны совершать смертную казнь. По сути, им дается право решать, что есть подходящее наказание. Да, это именно, по крайней мере, с точки зрения моего подхода целостности Писания, я бы сказал, во всем, что я буду говорить о смертной казни, я должен ссылаться на Новый Завет. И это наиболее вероятный текст, я согласен. Нигде в Новом Завете не говорится так ясно, кроме как в послании к Римлянам 13 главе. Я также соглашусь, что в Римлянам 13 написано не так понятно, как в законе Моисея или в Бытие 9 глава. Я все же считаю, что есть такое предположение в Римлянам 13 главе. Да, но я основываю свои убеждения на Римлянам 13 глава. Я думаю, что в Римлянам 13, кроме смертной казни, показано, что Бог не имел намерения действовать через теократию во времена Нового Завета. И это не единственный текст, который я рассматриваю. Еще я смотрю тексты, например, в первом послании Петра, когда Петр пишет христианам, рассеянным по разным местам Малой Асии, чтобы они повиновались властям. Но кто были власти тогда? Рим. Рим, конечно же, не теократия. И, конечно же, не что-то другое. Во времена Римской империи христианство было незаконным. И все же Петр призывает быть в подчинении у этих римских властей. Такое учение подсказывает мне, что теократия, которой наделил Бог Израиль в Ветхом Завете, больше не действует. Потому что, когда он открыл, когда Бог открыл своему народу, что они должны делать, они были призваны подчиняться существующей власти, которой была Римская империя, там, где христианство было незаконным в то время, когда писал Петр. Хорошо, пожалуйста. Немного похоже на наше рассуждение об эвтаназии. В комментарии говорится, что по мере того, как технология усовершенствуется, иногда наши мысли и взгляды меняются. Думаю, это относится к смертной казни. Даже если вы обратитесь к римлянам 13, я считаю, что этим текстом нельзя поддерживать смертную казнь. В свете такого развития передовых технологий, если даже вы выступаете в поддержку этого вещью, оно может быть не лучшим путем достижения правильного решения. И вы начали занятие, сказав, что даже если поддерживаете смертную казнь теоретически, все же могут быть этические обстоятельства и возражения против смертной казни. Например, из-за того, что суды могут ошибаться. И вы упомянули, смертную казнь, вы должны остановиться и задуматься. Позвольте мне сказать, что во-первых, я не уверен, важную роль здесь играет технология или нет, потому что я не уверен, какая технология. Возможно, я говорю здесь о передовой технологии распознавания под ДНК. Хорошо, если это помогает нам быть более точными. Но эти технологии не показывают, что осуждения на смертную казнь во всех случаях были происходили ошибки. Сказав такое, я все же не хочу уходить от основного направления вопроса, который показывает, что действительно верно поставлен вопрос, и я думаю, что будет правильно подвергать сомнению этот подход. Имея в виду большое количество ошибок, которые, как мы находим, были сделаны во многих решениях судов при расследованиях о преступлениях, за которые назначена была смертная казнь, или, по крайней мере, в делах, в которых приговором была смертная казнь, это все же не говорит мне, что смертная казнь несправедлива вообще, и что она должна быть отменена. Но это указывает не на то, что у нас должны быть очень последовательные стандарты, которые должны быть исполнены, прежде чем мы можем вынести обвинительный приговор за преступление, наказываемое смертной казнью. Здесь я бы сказал, что Ветхий Завет очень может нам помочь. Я не думаю, что правила для признания виновным, изложенные в Ветхом Завете, распространяются на нас, потому что я считаю, что мы живем под законом Христовым. Но я хочу сказать, что, по моему мнению, если мы будем следовать похожим стандартам, мы будем более правильными в наших осуждениях, более правильными, чем сейчас. Я думаю, одним из результатов этого наверняка будет меньшее количество осуждений виновности в тех делах и в тех преступлениях, за которые наказывают смертной казнью. Я, в первую очередь, не буду беспокоиться об этом. Я, скорее, обеспокоен массовым числом обвинительных приговоров, где 10, 15, а то и 30 процентов обвинительных приговоров оказываются, в конце концов, неправильными. Я лучше бы предпочел, чтобы было гораздо меньше осудительных приговоров и предпочел бы, чтобы все 100 процентов были бы настолько точными, насколько это возможно. Что касается меня, я не думаю, что неравенство среди расовых групп, которые мы видим по отношению к применению смертной казни, означает, что смертная казнь уже сама по себе неправильна. Но это скорее предполагает, что мы должны реформировать систему, чтобы все было справедливо при ее применении. Я также хочу добавить, что я думаю, что правила осуждения в делах о преступлениях, наказываемых смертной казнью, должны быть намного, намного более строгими и последовательными, чем в настоящее время в американских законах. И находится ли ответ в указаниях закона Моисея, или в каком другом законе, или в каком-то законе немного строже, я не знаю ответа на это. Я не юрист. Я сомневаюсь, какие стандарты могут быть применены здесь. Но для меня неплохо было бы, чтобы были более основательными критерии для обвинительного приговора, и чтобы результатом этого меньше людей были бы осуждены, и намного более точными были бы приговоры. И я надеюсь, что казни были бы выполняемы в меньшие сроки, когда нет долгих процедур, которые тянутся годами, потому что стандарты не были достаточно жесткими, и было множество допущено изъянов в деле, в котором кто-то должен быть осужден. Я не хочу, чтобы вы меня неправильно поняли. Я не говорю, что с одной стороны считаю смертную казнь допустимой, но хочу, чтобы она применялась таким образом, чтобы никто и никогда не был признан виновным безосновательным, и не был бы казнен. Нет. Я говорю, я думаю, что смертная казнь допустима. Я больше склонен сказать, что в делах убийства первой степени, то есть преднамеренного убийства, невинной жертвы, нет, это обязательно. Но я хотел бы быть как можно более уверен. И я думаю, общество также должно быть уверено, прежде чем мы осуждаем кого-то в совершении такого преступления, прежде чем мы выносим приговор, оно должно быть уверено, что виновный действительно виновен, его вина доказана. Тогда да, будет меньше людей в камерах смерти, меньше людей казненных, возможно. Меня не удивит, если правильность осуждения возрастет от 60% случаев верных решений до хотя бы 98% случаев правильных приговоров. Очевидно, если будут правила, которые приведут нас к правильным осуждениям в 100% случаев, тогда все скажут, давайте придерживаться этих правил. Субтитры создавал DimaTorzok